День с толком Смотрите в этом выпуске Растет как на дрожжах Побежали ли барнаульцы за долларами в банке Метель, снегопады и схватки Сотрудники МЧС спасли нескольких жителей края в эти выходные Спустя 37 лет в Барнауле впервые за долгое время прошли соревнования по мотогонкам на льду Пока паники нет На фоне скачка доллара барнаульцы сохраняют спокойствие и не спешат в обменные пункты Напомним, что еще в пятницу рубль упал до 70 рублей за доллар А сейчас уже приобрести американскую валюту можно за 75 рублей И это не предел, уверены жители краевой столицы Немножко еще Еще немножко? Чуть-чуть А вы скупаете доллары? Не боитесь? Не боюсь За 100 рублей, за доллар, рублей возрастет цена Но это же потом спадет, как вы думаете? А смысл-то какой? Девальвация-то рубля уже произойдет А что делать? Как сказать, жизнь идет, ну что сделаешь? Да ничего не сделаешь, правильно? Надо просто подстраиваться под то, что есть Мы с вами изменить сильно ничего не изменим Хоть мы напишем куда-то, хоть пойдем куда-то А вы готовы не ездить там за границу в путешествие? Ну я, честно, ни разу не был за границей Нет, я не слышу новости Не интересует? Нет, мне вообще не интересно Если вирус проберется куда-то туда, там где доллар А, то есть ты думаешь, что это с коронавирусом связано? Да, но я где-то слышал такое Я ему говорил, когда были они вот по 68 Я говорил папе, говорю, давай купим вот что-то Говорят, а вдруг они не поднимутся? А сейчас поднялись Погода совсем не весенняя Из-за метели снегопадов в юго-восточной части края продолжают закрывать дороги Так, днем движение для всех видов транспорта было ограничено От Бийска до границы Республики Алтай От Бийска до Белокурихи На направлениях Поспелиха – Казахстан, Змеиногорск-Крупцовск и многих других Всего закрыто не менее 15 участков Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Информация постоянно обновляется На дорогах региона задействовано более 500 единиц техники Наиболее полный список участков с перекрытым и ограниченным движением узнавайте на сайте Краевого Министерства транспорта Обильные снегопады продолжались в регионе все выходные Спасатели, автоинспекторы и дорожники помогали жителям края добраться до больниц Водителям выбраться из снежных ловушек К примеру, в Шипуновском районе спасатели помогли беременной женщине, у которой начались схватки В районе села Родина автомобиль, на котором везли роженицу, застрял в снегу Бригада медиков, выехавшая на встречу, обратилась за помощью к МЧС Спасатели с помощью снегохода успели вовремя доставить женщину в роддом На местах работают спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю А также Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд имени Зюкова Направлены на наиболее сложные участки для оказания помощи населению Спасатели помогли семье, попавшей в беду из-за непогоды В Топчихинском районе машина съехала с трассы на обочину Выбраться самостоятельно люди уже не могли С помощью гусеничного снегохода семью удалось спасти Вернулись живые и здоровые Накануне в Главном управлении МВД по Алтайскому краю встретили сводный отряд полиции Бойцы которого в течение полугода несли службу на территорию Северного Кавказа Это сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, а также кинологи Основные задачи, которые стояли перед полицейскими Обеспечение охраны общественного порядка, пресечение преступлений и правонарушений Начальник МВД по краю наградил лучших сотрудников почетными грамотами и нагрудными знаками Сегодня вы, наверное, преподнесли самый хороший подарок своим мамам, женам, дочерям Прибыв, правда, с небольшим опознанием, но все-таки практически 8 марта Все живые, здоровые, чему мы тоже очень рады Кстати, алтайские милиционеры, а позже полицейские, выполняют свой служебный долг на территории Северного Кавказа уже почти 30 лет, с 90-х годов Продолжим Прекрасной половине Барнаула устроили представление на дороге Девушек водителей тормозили полицейские и просили остановиться возле эвакуаторов Что было дальше в следующем сюжете Эвакуаторы, служба ДПС, остановка Но вместо стресса и штрафов, поздравления и цветы Каждый год женщина на авто так поздравляет с наступающим 8 марта Сами прекрасно знаете, что когда останавливается сотрудник госавтоинспекции, все напряжены Но тут настает этот самый прекрасный момент, когда вместо того, чтобы водителю выписать штраф Или наказать водителя как-то административно, водителю вручаются цветы И, конечно же, он счастлив, тем более это преддверие праздника Стоим на эвакуаторах, чтобы выглядело все серьезно, чтобы испугались сперва, а потом мы их поздравили Очень приятно в такой день получить маленькие подарочки Почаще бы останавливали по таким приятным поводам Спасибо Вообще часто останавливают? Нет, я хорошо езжу Всего в планах у специальной праздничной группы поздравить пять десятков женщин Внимание не только автоледи, но и для тех, кто предпочитает общественный транспорт Акцию совместно устроили сотрудники ГАИ и служба автоспас регион 22 Женщинам вручили не только цветы, но и памятку идеального водителя А еще одарили приятными пожеланиями на год вперед Дариды Миллер, Алексей Фризин, День с толком Рев двигателей, брызги льда, крутые виражи В Барнауле спустя 37 лет впервые прошли краевые соревнования по мотогонкам на льду Илья Кочетков с места событий 37 лет спустя организаторы говорят Когда-то в советское время мотогонки по льду были необыкновенно популярны У Барнауля они проходили на стадионе «Локомотив» ныне не работающим С развалом Союза про гонки пришлось забыть И лишь теперь в Барнауле снова ракочут мотодвигатели А теперь на льду клевчения 16 участников из Барнаула, Новосибирска, Красноярска Есть участники даже из Казахстана Суть гонок проста Кто первый, тот и победил Наиболее уверенно себя чувствуют на льду участники из Новосибирска Организаторы объясняют У соседей развитие спидвея не прекращалось, в отличие от нас Они молодцы, они сохранили у себя и стадион, и все У них команда сильная Ну, мы пока в стадии восстановления Особого внимания достойны мотоциклы На таком не прокатишься по городской улице Он, что называется, создан для экстрима и только для него Самая такая явная ответительная черта Это то, что у них тормозок есть Вообще, то есть они вообще без тормозок А еще огромные шипы на колесах Они помогают мотоциклу держаться на льду Да и топливо здесь используют непривычное Эти соревнования и выглядят необычно И даже пахнут необычно Нет характерного бензинового запаха Просто потому, что эти мотоциклы работают на метаноле Говоря проще, на спирте Как нам объяснили, он дает двигателям большую мощность Организаторы признают Спидвей спорт не из дешевых Может поэтому и возрождать Или просто им заниматься Нелегко Гоняют участники в основном на поддержанных мотоциклах К новым из-за цены порой и не подступиться Барнаульские гонки обошлись тоже недешево Около 700 тысяч рублей Организаторы говорят, делали все за свой счет Спонсоры пока помогают неохотно В итоге лучшими по итогам двух дней стали спортсмены из Новосибирска и Казахстана Барнаульцев среди первых не оказалось Обещают к следующим соревнованиям потренироваться и показать лучшие результаты Не обошлось, кстати, без эксцессов Во второй день участник из Красноярска влетел в сугроб Как нас заверили организаторы, он, к счастью, отделался легкими ушибами Илья Кочетков, Николай Шелко, день с толком Серебро в общем зачете Кубка мира Барнаульский конкобежец Виктор Муштаков успешно выступил на дистанции в 500 метров в Нидерландах Сезон сам по себе получился тяжелым Все-таки было шесть этапов Кубка мира Два чемпионата мира и чемпионат Европы Но я им очень доволен Впереди остается только чемпионат России 16-18 марта Приму ли я в нем участие, пока не знаю Все основные старты уже закончились Это первая медаль спортсмена в общем зачете Кубка мира Результат, можно сказать, удивил болельщиков Конец сезона выдался для Муштакова тяжелым, сказывалось несколько травм Но на последнем забеге 8 марта Виктор выжил все и финишировал с четвертым результатом 34,3 секунды В личном зачете спортсмена это время стало лучшим И позволило взойти на пьедестал в общем зачете Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компании Валар Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей